Шалом-шалом, дорогие друзья! С вами я, Левиашир Харпатин. Вас ждет свежая майса. Это произошло накануне Йом-Кипура. Вкануне Йом-Кипура пострадала очень сильно одна еврейская семья. С этим и связана история. Начался Йом-Кипур, синагога, очень красивая, большая хаббатская синагога. Огромное количество людей просто пройти было тяжело. Люди молятся, раскаиваются, читают Амиду, идет молитва и слышат посреди молитвы какие-то непонятные звуки, какой-то храп. И видят в углу синагоги Йом-Кипур, день раскаяния, лежит человек пьяный в какой-то оборванной одежде и какие-то издает звуки. Они начали возмущаться, тыкать на него пальцем, говорить Равину, что это такое, что происходит, синагога, Йом-Кипур. Равин остановил молитву, ну люди домолились, Равин сказал пауза, собрал людей и рассказал им историю. Пострадала одна еврейская семья в Йом-Кипур, накануне Йом-Кипура. Их посадили в тюрьму. Евреям тогда в те моменты было тяжело и попасть в тюрьму, может, было очень легко. Его посадили в тюрьму. И нужны были деньги на выкуп. Этот еврей пошел в один ресторан и встретил нерелигиозных евреев, которые сидели, играли в карты, пили, курили. Подошел, говорит, я вижу, вы евреи, пожалуйста, помогите Йом-Кипур, нужно выкупить одну семью. Они начали смеяться, какой Йом-Кипур. Он говорит, ну я вас прошу, ну сделайте такую митсу, пожалуйста. Они ему говорят, ну давай ты выпьешь три литра водки и мы выкупим. Ему ничего не оставалось делать. Он выпил водку, еле дошел до синагоги и упал. Но он получил деньги, выкупил эту еврейскую семью. И лежал там весь день. Равин говорит, он уже искупился. Он очистился, он попросил прощения у Всевышнего лучше, чем мы все с вами вместе взятые. Поэтому не нужно судить то, что вы видите своими глазами. Так давайте мы с вами будем поступать так, как поступил этот человек. Он пожертвовал собой. Было все равно, что о нем скажут. Он пошел ради евреев, он пошел ради Всевышнего и искупился. Друзья, всем легкого поста. Давайте мы тоже будем стараться с вами искупить свою вину. Будем честны и открыты перед Всевышним. Браха ва Целха.